Когда все вымрут, я останусь. Вы свое модель отношений считаете неким идеалом. С 100 годами у меня 5000 внуков будет. Но это идеал для вас. Меня зовут Иван. Я отец большой дружной семьи. У меня 25 детей, трое внуков, 37 лет. Меня зовут Ляна. Сегодня я буду представлять позицию против многоженства. Но сразу оговорю, что я буду аргументировать свою позицию с точки зрения рациональности. Потому что взрослый, дееспособный человек в праве сам определять, в каких отношениях он будет состоять. И ни государство, ни общество не имеет права вмешиваться в его личную жизнь. Все сказано, я просто сразу лайк. Как вы относитесь к многоженству? Даже одну семью, одну жену с одним ребенком обеспечить, дать им достойную жизнь стоит очень дорого. Соответственно, чем больше жен, чем больше детей, тем больше ответственности. И далеко не каждый мужчина сможет это все потянуть. В первую очередь именно в финансовом плане. И получится такая ситуация, что если многоженство приобретет именно массовый характер, соответственно, брак станет привилегией небольшого числа мужчин. И все остальное число мужчин останется без права вообще вступать в такие отношения, без права жениться, без права, грубо говоря, иметь потомство, что в целом негативно влияет на общество. Значит, смотри, не согласен, значит, с твоими немножко точками зрения. Так-то, в принципе, ты все грамотно говоришь, все, да, конечно. Ну вот смотри, если я себе могу позволить, вот ты вначале сказала, что ты выступаешь за то, что там как бы ни в общество, никто не может лезть, если человек хочет и может, он взрослый, состоявшийся. Вот я взрослый, состоявшийся, я могу себе позволить еще же. И хочу так жить. Я вообще не хотела задавать вопросы личного характера, но если вы разрешите, я позволю себе. Мне трудно представить, сколько нужно вообще зарабатывать в месяц, чтобы обеспечивать 25 детей. Сколько вы можете потратить на каждого ребенка в месяц? Я могу потратить столько, сколько необходимо. Но сумму конкретную вы можете? Ну я же конкретно говорю, столько, сколько необходимо. Это не конкретная сумма. Сейчас я дальше выскажу точку зрения. Вот, трачу я в среднем до 50 тысяч в месяц. На 25 детей? У меня живут 12 детей. Так, 12. Из этих 12 и 3 жены, вот, и я. Такое количество людей, 50 тысяч. На питание вообще превосходное количество. С умом подходить сразу, а именно кушать здоровую пищу. Так здоровую пищу еще дороже, чем вредно. Да неправда. Это все как бы просто в магазин надо ходить мужчинам, а не женщинам. Когда женщина идет в магазин, она покупает все самое ненужное. Как в семье должны распределяться обязанности? Вообще как в природе. Женщина занимается женскими обязанностями. В природе нет женских обязанностей. Ну как же нет? Ну смотри, вот сперматозоид есть? Есть. Что его первая обязанность? Вот он попал, что его сперматозоид? Вот это мужские обязанности. А яйцеклетка это женские обязанности. Вот так будет проще. Ну допустим. И все, так же и в семье. Вот идеально, когда женщина дом, очаг бережет, любовь дарит семье. То есть не ходит с сумками, знаешь, и не пашет, как папа Карла. И мужика из себя не врубает, а женственная, с гормонами женскими. То есть для вас женщина, которая хочет работать, строить карьеру, она мужика... Ну это мужик в юбке. Мужик в юбке, который хочет просто-напросто независимости какой-то. А эта независимость, это ее смерть. Как смерть Кащеева, знаешь. Ну вы должны понимать, почему женщины стремятся к независимости в современном мире? Конечно понимаю, потому что сильных мужчин нет. Вот и все. И поэтому женщина взяла в руки... А что вы понимаете под сильным мужчином? Ну который просто взял и поставил женщину на место. Домой взял себе, поставил и вот детей рожает. Ну женщина не собака, чтобы ее на какое-то место ставить. Ну конечно, причем тут собака. В идеальном мире должно быть так, что женщина просто выходит замуж, занимается только семьей, только детьми и больше ничем. И надеется на то, что ее муж будет добросовестным, никогда ее не бросит, не кинет. Она не надеется, она это знает в первую очередь. И второе, она рожает детей и растворяется, и развивается в детях, в своей семье, помогает своему супругу, то есть мужу. Я даже, ну, про обычные, ну, как это, одноженные браки, там, где одна жена, и один, где мужчина, да, то есть чтобы женщина была помощницей мужчине. А мужчина должен вкалывать, как папа Карло, приносить домой добычу. Грубо говоря, мам, он это принес, помог жене его разложить, разделать, взял ребятишка, побежал к с ним гулять. Ну, то есть вы рассматриваете женщин просто как некое приложение к мужчине. Женщина нужна для того, чтобы помочь ему, как бы, размножиться, но при этом она не является самостоятельным субъектом, у которого вы свои мечты. Как же не является? Она же с детьми остается. Ну, может, у нее нет такого желания именно с детьми и семьей заниматься. Вот, тогда это все эволюция такого, ну, например, если дерево у тебя, вот ты садовник, и дерево, не приносящее плода, ты его просто выстригаешь с поля своего сада, и выстригаешь. Ну, вот опять, вы сравните женщин с деревом, который не дает плод. Да просто мы все природа, мы из природы, мы все природа. Если брать и не сравнивать с природой, эволюцию, историю не знать, то что будет? Всего лишь сто лет назад вам, женщинам, дали права, и что произошло в мире? Что произошло? Переворот. Какой переворот? Вымирание. Сейчас нету, не рождаются. Сколько твои подруги родили детей, посмотри. Не пойти посчитай. Ну, просто, да, прикинь, ты офигеешь. Вот от вас, прадедушка, который воевал в Великой Отечественной войне, он 100% родил там 9 и 10 детей. А прапра и дедушка 16 и 15 детей. Ну, такое количество рожали, потому что многие из них умирали. Сейчас медицина позволяет спасать. Да не умирали никто. Ну, где? Умирали. Возьмешь, ты просто как бы почитай, пожалуйста. Есть такие книжки, называются эти, родовые книги, короче. И вот там записывают, сколько детей, кто родил. Вот. И кто там умер, там тоже записывают. И там не было таких смертей. Это то, что просто придумал феминизм, по моему мнению. Феминизм придумал, что дети раньше умирали. Ну, я многих знаю из раньше. У меня мой род достаточно немаленький был в прошлом. Вот. Потом он вымер весь практически. Я один из продолжателей. Из моего рода осталось только трое братьев, так скажем. Вот эти трое братьев поднимают сейчас род. Ну, хорошо. Вот вы затронули тему природы. Я бы, честно говоря, удивилась, если бы мы к этой теме не пришли. Соотношение мужчин и женщин примерно равно. Если сейчас массово будут мужчины стремиться иметь по несколько жен. Многоженство не для всех. Вообще не для всех. То есть вы считаете... Не всякий мужчина может вывести многоженство. То есть вы считаете, что такие избранные, самые сильные... Это только сильные мужчины, да, могут себе позволить это. Которые готовы вкалывать, как, знаешь, как, ну, раб на галеру, грубо говоря. Любить своих жен, да, как королев. А жены будут любить своего мужа, как короля. Сейчас что за мужчины пошли? На руках носят женщины? Заботятся разве? Что-то делают? Нет. Ну, может, потому женщины и стремятся быть самостоятельными, независимыми, и полагаться только на себя. Они постремились, когда права им дали, вот они вырастили такое поколение слабых мужчин. Потому что воспитывали они их. Если бы мужчины также дальше продолжали воспитывать, были бы мужчины крепкие и сильные. Потому что сейчас каждая женщина разводится, и такое многомужество у нас в стране. Женщина может одного поменять, потом с другим воспитывать, а это там тот... Это серийная моногамина. Ну, да, такая. Ну, я ее многомужеством называю, ближе, потому что она с одним встречается, а таких очень часто вижу вещей. Вы осуждаете женщин, которые могут иметь несколько партнеров в течение разного времени. Да, я осуждаю. Но при этом вы считаете, что мужчина, который имеет несколько жен одновременно, это хорошо? Ну, если он себе может это позвольте, он честный. Ну, теперь вернемся к теме природы. Все-таки в природе самки выбирают самцов, они выбирают лучших, сильных, соответственно, они их могут менять. Которых хотят детей, да. Они их могут менять, если они этого захотят? Да, если они захотят. Так вы осуждаете или не осуждаете? Я осуждаю. То есть вы сначала говорите что-то про природу, совсем согласны, потом вы все-таки осуждаете то, что якобы по природе это правильно, это как? Ну, а я сейчас объясню. Потому что меня, например, мои жены не меняют на других. Видимо, я достойный пока. Ну, сколько я знаю, у вас одна жена с вами... У меня одна, знаешь, сколько? Девять со мной развелось. Может, вы не такой хороший муж, если нет? Возможно. Может, вы не так замечательно и прекрасно, как вы себе описываете? Допустим, да. Я не спорю. Может быть, я не идеальный. Но со мной живут, и у меня есть 25 детей. По факту. У тебя 24 года, у тебя нет ни одного ребенка. И даже, наверное, мужа. Хотя, может быть, есть. Ты такая красивая, что... Много чего. Они уже внуков родили. Девочки замуж у меня, старшие, бывшие. Ну, вы застыклены на том, что иметь потомство – это уже достижение. Это огромное достижение, потому что ты в 24 года этого не имеешь. А я это имею у моих детей. А я еще имею много чего-другого, чего нет у вас, и что? Может, давай помиримся. Что ты имеешь, что я имею. Для меня наличие детей – это не такой признак для хвастовства, особенно когда ты мужчина, потому что для мужчины не нужно предпринимать какие-то серьезные усилия, чтобы ребенок появился на свет. Своим организмом, своим временем, своей заботой. Всем этим жертвует женщина. Женщина может хвастаться тем, что она родила 25 детей, потому что она неимоверные усилия принимает для того, чтобы дать им достойную жизнь, вообще родить их. А мужчина, ну, зачастую он может вообще особо и не участвовать никак в воспитании этих детей. И, соответственно, для меня это вообще не повод хвастаться, честно говоря. Ну, для тебя так, для меня есть чем. Ну, я этим хвастаюсь. Как вы думаете, ваши дети вами гордятся? Ну, если бы не гордились, наверное, бы не. Общались бы со мной. Кто со мной не... У меня есть дети, которые со мной не общаются. А почему? Ну, потому что их не матери, решили воспитывать их сами. И мне ультиматумы выставляют для того, чтобы я виделся с детьми. Ну, а почему они это сделали? Ну, потому что у них есть это право феминистическое, которое они забрали. Поэтому они воспитывают моих детей неправильно. Уча ребенка против меня настраивая. Ну, это в моногамных браках происходит? Ну, и в таких же, как у меня брак. То же самое происходит. Жена со мной ушла, забрала детей. Просто вот у вас встретитесь, что у вас 25 детей. А по факту мы узнаем, что не со всеми из них у вас вообще связь как-то установлена. У меня только с тремя нет. У меня есть связь с ними. Но мне миллион говорят, дай, и только увидишь ребенка. А может, у вас задолженность по алиментам выплатить? Ну, конечно, если нет. И как бы вот по возможности. У меня я бедный человек. Сейчас нам всем, как никогда, нужна поддержка и понимание. В ситуации, когда говорить с родственниками и друзьями непросто, лучше всего обсудить свои чувства со специалистом. Психолог не оценивает ваши политические взгляды и не дает оцены к вашим решениям. На сессии с психологом или психотерапевтом вы находите опору в своих ресурсах. Учитесь видеть перспективу в самом, казалось бы, гиблом деле. Позволяете себе хотеть большего, не бояться, жить и мечтать. Наверное, это нужно каждому из нас. Зигмунд Онлайн, сервис онлайн-психотерапии. Здесь можно найти психотерапевта под свой запрос и жизненную ситуацию. Специалисты проходят серьезный отбор. Далеко не все получают право работать на платформе Зигмунд Онлайн. Вам остается только заполнить небольшую анкету, это поможет нам выбрать наиболее подходящего специалиста, и назначить время встречи. Все сессии проходят онлайн, а значит, вам не придется тратить время на дорогу. Кстати, о занятии мы напомним. А если обстоятельства изменились, то встречу легко перенести в личном кабинете без потери оплаты. Если вы никогда не работали с психологом или психотерапевтом, служба заботы о клиентах поможет сориентироваться и сделает все, чтобы вам было легко и комфортно. Позаботьтесь о себе и забронируйте первые два занятия со скидкой. Промокод и ссылка ждут вас в описании видео. Я вырос на улице, немножко в трудных жизненных обстоятельствах. Бутылочки собирал, побирался, работал грузчиком, вагоны разгружал и видел, что с женщинами творится. На рынке работаешь, ты видишь тысячи женщин, которые приходят за молоком, за едой. Я просто наблюдал, как наши женщины в Центральной России относятся к мужчинам в целом. В основном не уважают, я куплю себе сама все, я это пойду, я то. Я наблюдал за этим, потом, значит, я попал на Кавказ с дальнобойщиком путешествовать поехал, охранять фуру и так далее. У нас машина поломалась, и нас на Кавказе приняла одна семья. Там был человек, он многоженец, у него несколько жен. И мне его семья понравилась. Я решил, да, я увидел там мое уважение, почет, я много детей увидел. Они уважают друг друга. Мне это понравилось, что везде будет уважение, там, добро, любовь и много детей. Это счастье. И единственная цель человека – это кинуть свой ген в будущее. Все. Это в этом есть, заключается жизнь. Если человек не реализуется, он вымирает. Конечно, здесь вот этот момент приводит меня к тому, что выбрать, наверное, продолжение рода. Когда все вымрут, я останусь, и мой род останется. И мои деды не зря воевали. Я примерно прикинул, к 100 годам у меня 5000 внуков будет. Так, плюс-минус. Вот если я так поднапрягусь немножечко. А 5000 внуков – это уже неплохо. Я не то, что призываю всех к этому. Многоженству. Не всякий мужчина может вывести. Это тяжело, это действительно труд нужен. Теперь над собой надо в первую очередь поработать, чтобы научиться уважать женщину за ее труд, видеть, что сколько она делает. Для начала нужно самому научиться готовить, стирать, полы убирать, гладить. И после этого ты становишься мужчиной, который знает, сколько времени на то, на то распределять обязанности дома. Ну, главой быть. А не то, что ты как бы типа глава, но ты не знаешь, как суп приготовить там с фрикадельками, грубо говоря. Допускаете ли вы многомужество? Вот если ты меня возьмешь в мужья, и будешь обеспечивать полностью меня, вот все мои прихоти, там, кормить, поить, обувать. Ну что, как бы я буду дома готовить, там, стирать. Вопросов нет. Такое многомужество я одобряю. А вы вообще не рассматриваете модель партнерских отношений? Обязательно кто-то один пашет, а другой сидит дома готовит. Так точно. Король должен быть только один. Не может быть два капитана на одном корабле. Покажи мне одну семью, какая-нибудь в партнерских отношениях, которая родила одного-двоих детей. Ну вот сейчас, современная. Ну сейчас ты не сможешь показать. Нам лет через 20 надо будет встретиться, и мы посмотрим, что произошло с этими семьями. Они все распадутся. Не может быть эгоистичная семья. Ну, во-первых, распад семьи – это не обязательно плохо. Может быть такое, что люди разводятся. Может быть такое, что они потом женятся на других. Ну то есть это естественно и нормально. Вот вы любите про природу говорить. В природе это абсолютно нормально, менять партнеров, когда есть такая необходимость. То же самое и с людьми. Раньше, да, возможно, была такая модель отношений, когда вы поженились, и до конца жизни вы вместе, потому что вы умрете лет в 30-40. Мужчина умрет на войне, женщина от родов. Ну то есть у них объективно жизнь совместная была короткой, им некуда было друг от друга деваться, особенно женщине. У женщины просто выбора не было. Сейчас он у них появился. Соответственно, они не терпят то, что женщины вынужденно терпели раньше, поэтому и случается развод. Вы свою модель отношений считаете неким идеалом. Но это идеал для вас. Вы не понимаете, что есть другие люди, у которых есть такое мнение, другие взгляды. Скоро вымрут. Эволюция их схавает. И это их не выбор, я его уважаю. Может быть, этим людям не так принципиально думать о временах, когда... Да, что ихний дед воевал на войне. И погибал, и проливал кровь за своих внуков и правнуков. Я патриот слишком сильный. Очень-очень такой это... Правду, матку рублю, и все. Вот ты без детей будешь несчастлив, когда вырастешь. С чего вы решили? Ну, грубо говоря. Счастье только в детях заключается? Да, только в них. Эволюция. То есть наш мозг не может быть счастлив без детей. Просто не может. Почему? Это как-то объясняется физиологически? Физиологически, с точки зрения психологии, это обзывается так. Ну, у меня нет детей, я вполне счастлива. Ты не счастлив. Пока ты не счастлива. А почему вы решаете за меня, какие эмоции я испытываю? Счастлива, несчастлива или нет? Это исследование научное. Я не помню этого. Какое научное исследование? Доктор Ухтумский, наш российский ученый, который доминанты такие доказал. Я в этом плаваю немножко. Ну, кому-то может хватить одного ребенка, чтобы быть счастливым. А вы утверждаете, что их обязательно должно быть много. Должно быть не один ребенок. И если человек не состается, у него включается, например, человек курящий или плющий, он суицидник. Вы мне сказали, что он несчастлив от того, что у меня нет детей, хорошо. А если у человека есть один ребенок, он тоже несчастлив? У него же не 25? Ну, он может быть частично счастливым, но это то время, пока этот ребенок не вырастет. Есть и другие явления, через которые человек может стать счастливым. И не обязательно это заключается в детстве. Да, смотреть телевизор, всякий контент, который его будет разрушать изнутри. Потом он может дома на диване сидеть и не трудиться физически. А что насчет врачей? Что насчет инженеров? Что насчет юристов? Что насчет множества других профессий, через которые человек в какой-то степени в какой-то степени свою деятельность? Лучшие врачи-мужчины, лучшие там медики-мужчины. Вообще все мужчины везде лучше, чем женщины. Может быть, потому что женщины создают им все условия, чтобы они могли посвятить себя своей деятельности, в то время как женщины заняты параллельно множеством других задач. Задача женщины. Как раз и помогать мужчине. Это вы так решили. А почему вы определяете за других людей, какая их задача? Ты сейчас только это сказала сама. Что я сказала? Ты сейчас сама это сказала? Отмотай назад. Что я сказала? Я сказала, что мужчины всего этого могут достичь, потому что женщины создают им все условия. А так точно. Так, а может, женщина это не устраивает. Женщина тоже хочет стремиться к тому, чтобы что-то достигать в науке и так далее. Ну вот чего достигли женщины? Я не хочу никого женщинам. Я их люблю очень сильно. Всех женщинам. Окей, гугл. Я вам все пересказывать не буду, но женщины тоже сделали вклад в развитие человечества, который просто обесценивается. Конечно, я его не обесцениваю ни в коем случае. Они много помогают. Плюс, учитывайте, что у женщин до века 20-го, возможно, в принципе, не было доступа к образованию по различным причинам. Шау-буков. А, то есть вы считаете, хорошо, если у женщины нет доступа к образованию? Да зачем он ей нужен? Она должна духовно развиваться. А можно... No comments. Есть такая табличка? Давайте я поставлю вам за это дизлайк. Благодарство. Я даже два поставлю. Мне это вообще очень не понравилось. Отлично. Простите. Она тратит свое время, когда она должна рожать. Вот лучше вот когда в 50 лет, пускай идет хоть 10 образований получить, когда у нее климакс наступает. А как вы думаете, у какой женщины дети будут более умные, более развитые? У той, которая вообще не знает, допустим, как даже процесс обладотворения проходит, ну, то есть не получившая образование, или женщина, которая может своему ребенку что-то объяснить, какие-то там процессы, помочь с той же математикой, я не знаю. Которая выросла в хорошей семье. Что такое хорошая семья? А это достойный отец, пример. Достойная мама. Что такое достойный отец? Которая воспитала прекрасную девушку. Что такое прекрасная девушка? Все оценочно более конкретно, пожалуйста. Что подразумевается под этими понятиями? Хорошо, я считаю, что достойный отец – это человек, который свою семью содержал, обеспечивал, помогал своей жене, там, сумки таскал, когда она беременна, все приносил, там, помогал ей во всем. А достойная матушка должна быть заботливой, любовь дарить, там, заботу. А что-то мешает ей это делать параллельно с развитием своего себя? Я тебе пытаюсь оценочно сказать, да? Ну, хорошо. И тут получается, что если этот достойный пример перешел к этой девочке, то она будет достойной матерью. Ей не нужно это образование дважды, два-четыре там считать. Ей этого ничего не даст. А вот, например, матушка, которая ее научила, так, доченька, там, шить так, рожать вот так надо, вот так, не бойся, беременность, не болезнь, помогала, поддерживала. То есть хорошие родители. А сейчас что происходит? Родители идут первым делом. То есть ты работаешь, там вот эти, да, женщина феминистка работает, например, ее муж тоже работает, дети на тетю и дядю чужих сброшены. Какой пример личностного характера нету? Потом они вырастают и говорят, я был брошенный, я обиженный на весь мир. И таких трагедий прям вот 95% в России. А у ребенка, который вырос в полигамной семье, прям вот он все дополучает? Вообще все умеет. То есть в семье, где 25 других детей... Конечно, несколько женщин дарят любовь. Отец прекрасный, который заботит. Но уже спорно, нет гарантии, что эти женщины не ревнуют друг друга, что... Нет ревности, ее не существует. Это ученые уже доказали давным-давно, это эгоизм. Это не ревность. Эгоизм – это моя вещь, это мой кусок мяса раздаточного. Мужчина не мясо, его нельзя делать. Ну так и женщина не мясо. Так точно, если она не согласна, ее никто не держит. Я своих жен, знаешь, цепями не держу. Если вас устраивает такая жизнь, вы готовы со мной жить? Хотите от меня детей? Живите. Нет, до свидания. Я никого не держу. Зачем я буду насильно кого-то держать? Я хочу, чтобы ты меня поняла. Вот смотри. Родился ребенок, ты родилась, например. Пошла, первые шаги в год сделала. Может, чуть раньше, чуть позже. Разницы нет. Потом пошла в школу. У тебя есть какая-то тенденция жизни. Тут отрезки. Вот эти отрезки нужно проживать как правильно. То есть если у тебя сформировались женские... Почему вы решаете для всех, что правильно? Потому что природа такую создала. Ну почему? Давай за дерево сейчас решим. Пускай он пожарником работает. Может дерево пожарником работает? Человек не животное. Человек, хомо сапиенс, существо разумное. Соответственно, оно может быть не только природными инстинкциями, которых у него в принципе нет руководства. Как скоро бы красную книгу для таких людей. Просто надо будет писать, чтобы красную книгу заносить. А кто вымирает? По-моему, на земле вполне себе достаточно людей. И проблема, наоборот, перенаселения. Это ошибка. Это ложь. Я потому что в деревне вижу. Я помню в своем детстве, в 90-е годы, какие были деревни полноцелые. Там вокруг Москвы, под Москвой. Сейчас ни одной деревни полной нет. Все в город говорят уехали. Ну, это да, потому что в России деревни вымирают. Но это не значит, что люди, они исчезли, они просто переезжают в другие города, в другие земли, территории и так далее. Может быть, я не спорю. Только города, у меня город, например, не пополнился. То есть я так поняла, ваша позиция заключается в том, что людей мало, и чтобы мы не вымерли, надо по максимуму размножаться, а то лет через сто останутся только ваши внуки, ваши потомства. Так и будет. Я ненавижу тебя.